А во Львове автомобилисты подают в суд, и плохие дороги тут ни при чем. Все дело в деревьях, которые падают прямо на машины, припаркованные в центре города. И владельцы пострадавших авто намерены добиться компенсации от коммунальных служб. Удастся ли, выясняла Галина Якушко. Игорь припарковал свой автомобиль у ворот инфекционной больницы. Радовался, что удалось подъехать так близко, ведь в утреннее время здесь многолюдно. Найти место для парковки не так просто. Но то, что случилось с автомобилем потом, повергло мужчину в шок. Коштан рухнул прямо на его автомобиль. Старенький фольксваген дерево превратило в груду металлолома. Среднему Хундаю повезло большее. Крона дерева зацепила только капот и разбила стекло. А вот этот автовладелец вовремя перепарковался. На меня в дроты падали, на меня все падало. Все отбилось, это от меня на буквально 5 метров дерево от меня упало. Я просто отъехал 5 метров в сторону, с того места, где оно упало. Коштан рос возле больницы не менее 40 лет. То, что дерево прогнило внутри, коммунальщики не знали. Если есть заявление на горячую линию, или до нас, письмово, кто-то возвращается. Значит, мы тогда выезжаем на место, проверяем, это дерево, коммунальщики не станут. Если он аварийный, мы сразу его разрезаем. У нас в всем положении нет, чтобы мы ходили и проверяли. Вот так. Мы только находимся, если он видит, мы видим. А чтобы обходить все дерево, у нас полноважения такого нет. Впрочем, такие отговорки коммунальщиков водителей разбитых машин не успокаивают. Автовладельцы будут требовать компенсацию уже в суде. Для этого им придется доказать, что за деревом не было надлежащего ухода. Из-за этого оно усохло. Галина Якушко, подробности, телеканал Интер Львов.